Всем привет! Начинаю снимать свой влог и традиционный завтрак. На завтрак у нас вкусные сырнички. Пришла ко мне. Заказик с мойка пришел, значит, на 409 гривен. Это я докупила. Хочу сделать такой кулечек девичий. Маме в подарок. Дарить мы будем ей деньги, потому что они хотят купить плазму хорошую. А это так, знаете, она у меня очень любит такие всякие косметики, всякие какие-то штучки. Поэтому решила такой кулечек отдельно от цветов, от вкусности, еще сделать подарок такой милый. Сейчас я распакую и покажу. Вот такой вот у меня небольшой заказ, девочки. Ну, начнем с чего? С пробников не было обычной лавиабель. Ну, это так просто маме, чтобы она лежала. У нее она любит сумочки, чтобы лежали лавиабель, заклад и мангерлен. Потому что из таких более-менее, которые я знаю, запахи других пробничков не было. Значит, что могу сказать? Этот мне запах абсолютно не понравился. Он такой какой-то сильно бабский. Очень, как сказать, не одеколонит даже. Это необычная лавиабель. Все-таки розни хорошая. Значит, этот пробник стоил 23 гривен. Нет, этот пробник стоил 26 гривен. За 40 гривен взяла вот такой мангерлен. И для себя даже. Понять. Вот. Но, знаете, пробник классно пахнет. А полномасштабная версия мне не нравится. Я не могу понять, в чем прикол этого. Так, 40 гривен. Дальше взяла маме вот такую краску для бровей. Она любит красить брови. Для блондинок это черная жемчужина. Она вообще копейки стоила, по-моему, 12 гривен. Да, но отзывы очень хвальные. Ну, это так. Чисто, знаете, для количества бросить. Дальше взяла я вот такие тени Макс Мар. Они стоили всего 23 гривны. Вот. Посмотрите, какая пигментация. Если на базу, я думаю, нанести, вообще будет шикарно держаться. Это рассыпчатые тени. И себе обязательно потом закажу еще. Вот такой она любит цвет. Бирюза, синий. У меня голубые глаза. Так, далее. Маме заказала вот такой вот Руби Роуз. В таком цвете. Она любит гнилая вишня. Что-то такое. Так. Она стоила 30 гривен. Так. И ее любимая пудра это Кэрол. В оттенке Тиароса. Вот. Она стоила, по-моему, 115 гривен. Да. Так. И вот такой вот миленький подарочный упаковочек. Я туда всего наложу интересного еще. И, так, знаете, конвертик с деньгами. Это отдельный кулек с вкусностями и цветы. Ну, я думаю, нормально пойдет. Правильно? Покупок с магазина Лоток на 280 гривен. Хлеб. Огурцы. Верес. Сливочное масло. Сылянский. Кварок. Майонез. Горошек Бон Дюэль. Молоко. И печенье Орла. Новинка с клубникой. Вот вам и 300 гривен. Сок Сандора. Показывала. Вкусный, кстати. Где не могла найти для бабушки помаду? ЛКФ 14 номер. Нашла в интернет-магазине Ева. Так что потом пойду на почту забирать. На новую. Не зря она говорила на вот эту водичку, которую от Лунком нюхала. Она, вы знаете, так раскрылась. Мне она очень понравилась. Очень приятный запах. Классная цена. Но не знаю. Я хочу еще попробовать пойти в Брокарте понюхать. Вот эти вот, которые сейчас рекламируют. Пенелопа Круз. Если и выбрать между этими и вот этими. Вот Лунком Лавиэбель. Клад. Очень, очень понравились. Так что, видите, у меня 7 пятниц на неделю. Но раскрывается он просто по-другому потом. Такой хороший, дорогой запах. Так что, буду думать. Так. Я нанесла краску на волосы. Маску на лицо. Маска у меня вот такая. Вот я показывала в заказе. От мейкапа от Невея. Одна минута. Но она освежает. Немного сейчас стягивает кожу. Свежает такое. Придает хороший цвет лица. Но, конечно, волшебства от нее не ждите. Так. И покрасила волосы я. Вот такой вот краской. Снежный блонд. Ну, потом посмотрим результат. Ну, вот, покрасилась. В принципе, нормально. Волосы, как наркоманы, не требовали краски. Но что-то надо решать. Белая краска уже очень убивает волосы. Может перекраситься в такое. Я в молодости молодости. 18 лет была каштановой, светлой. Не знаю. Ну, и к блонду привыкла. Короче. Ну, обновила пока. Сейчас буду масочки делать. Мазать, кокосовое масло на ночь мазать. Хоть по чуть-чуть попытаюсь восстановить. Показать, когда Мэйка показывала. Я же купила еще одну душ от Буржуа. Вот. Ну, она стоила 130 гривен. Эти кисточки чуть-чуть разные. Мама у меня больше любит вот такую черную. Я тогда, она новая, я ей почти не пользовалась один раз. Я и тогда ей подарю. А эту беленькую от Буржуа оставлю себе. Так что. Так что. Это остается мне. Очень классная тушь. Ну, кстати, она, как и на парфюмсе, пришла тоже без упаковки. Видно, оно так производителям дает. Но мне она больше понравилась, чем эта. А вот эта мама всю жизнь ей пользуется. Это ее любимая. Ну, пускай ей будут запасики. Тут уже вот наложила. Лак для ногтей. Что я еще там положила? Что вы не видели? А, в принципе, кроме лака. Я все показывала. Ну, а это идет мне в косметичку. Ну, покажу свою косметичку. Значит, чем я пользуюсь. Это пудра от Maybelline Fit Me. Хорошая. В следующий раз попробую еще взять тональный. Вот мне понравилась. У меня в оттенке, по-моему, слоновая кость. Все тут написано. Не помню, в каком оттенке. Или не слоновая кость. Короче, не буду говорить. Не помню, в каком. На мейкапе заказах она есть. В недавних покупках. Так, что еще у меня? Еще у меня есть тональный крем от Bourjois. Тоже им пользуюсь иногда. Кисточка. Так, румяна от Max Factor. Ну, в принципе, так. Средничок, конечно. Что я ожидала за такую цену. Но нормально. Пойдет пока. Понравился этот мне от Evelline тональный крем. Тоже им иногда пользуюсь. Дальше. Перед макияжем уже добиваю вот этот вот. Абсолютная красота от Belita. Абсолютная красота. Флюид для сиянь, для лица. Ну, чисто как базу под макияж наношу. Так, это у меня корректор от Malve. Спонжик надо. Сейчас, кстати, пойти постирать. Уже замазюкала ее. Так, вот эта помада, которую я маме брала. И у меня она в красном оттенке. Конечно, она термоядерная. Только мицелляркой ее смываю. И под нее вот такой вот карандаш. Также у меня есть от Maybelline. Вот такая вот помадка. Вот такая вроде бесцветная. Оно такой вот придает матовость. Мне нравится. Я ее использую вместе с карандашом Flammar. Так, в 303 номере. Ой, в 203 номере. Классный карандаш цвет. Так, что тут у меня... От Maxmar у меня вот такие вот тени. Я его использовала как бронзер. От Flammar зеленые еще тени. И карандаш для бровей, в принципе. Ну и вот будет новая тушь. Потому что те, что были от Ruby Rose, я вообще ее выбросила. Она никакая. А Vivienne с собой уже у меня кончается. Поэтому будет у меня новенькая тушь. Видите, как видите, я... Вот так постирать. Минималист. Поэтому ничего особо интересного у моей косметички вы не найдете. Ну, думаю, покажу, как девочки спрашивали. Показать свою декоративку. Вот она вся. Все мое богатство. На ужин у меня есть еще вермишелевый супчик. И мужу в прикуску делаю вот такой вот вкусный омлетик. С шампиньонами, колбаской, яйца и молоком. Вот. Ну и также хлебушек с мясом. Соленые помидорки. Такой простой, незатейливый ужин. Сижу, пью водичку боржоми. И разбираюсь со своей мультиваркой. Много функций. Где там сначала идет подогрев. Это все разбираюсь. Я ее назвала мулей. Так что скоро ждите рецепты от мули и меня. Взяла я с магазина... Ой, с магазина. С новой почты, с рынка, с аптеки. Короче, в аптеке взяла в запасы два фейерверкса. Себе, бабушке, по две ножпы. Так, ножпа, ножпа, ножпа. Тут написано. Ножпа почти 70 гривен. 24 таблетки. Так, она прилинает от давления. И вот такой колегаз. Когда иногда вздутие, то такие они, рожевательные таблетки. Хорошая цена. И эспумизан у меня есть, но я его не часто использую. Так, дальше прошли бабушкины помады. С Евы. Вот такая вот. В коробочке сейчас распечатаю, покажу потом. Так, была на рынке, значит, заходила в Ермолина. По 35 гривен блинчики и по 30 гривен сибирские пельмени взяла. Блинчики с творогом и изюмом. И дальше у меня... А, значит, по 43 гривен гамилки взяла. Я хочу протушить их, сделать плов. Шейки воли на 20 гривен. И по 13 гривен головы. Вот, это тоже взяла чуть-чуть и запасик. Так, украинский хлеб 6,50. Так, и вкусности. Значит, взяла зелень. Зелень 10 гривен. И по 5 гривен укроп и петрушка. Так, дальше по 40 гривен мандаринки вкусные. На 25 гривен вышел гранат один. На 50 гривен бананы. Но они вот такие вот желтые, красивые. Я очень люблю вот с этой наклейкой. Они тогда вкусные. Так, хурма. Королёк. Не посмотрела, почём. Это шоколадный королёк. Не помню. По 40 гривен огурчики, по 30 гривен розовые помидорки. Вот такие вот у меня были покупки. Сейчас покажу помаду. Ева в этот раз порадовала вообще. За такую маленькую сумму 130 гривен положили кулёчек. И ещё пробники. Они ни к чему, но всё равно очень приятно. Ехала нам этот цвет с Броваров, потому что я так поняла, что по Киеву его нет. У нас на районе, по крайней мере, я искала, не нашла. Это 14 номер ЛКФ. Так что, вот такое вот. Ну, вместе с новой почтой за 130 гривен получилось у меня 3 помадки. 25 гривен услуга новой почты. Всё, на этом буду заканчивать. Буду снимать вторую часть влога. Так что, ждите на следующей неделе. Всё, всем хороших выходных. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!